Тебе можно пожаловать приятного аппетита, потому что вилки у нас появились в студии. Конечно, появились приборы, спасибо. Как салат называется, который Леша сейчас пробует? Тикинсарана. Тикинсарана. Приятного аппетита. А мы продолжаем готовить. Что мы сейчас сделаем? Авокадо у нас. Да, режем авокадо крупненько. Вот, смотрите, да, вот. Мы не мельчим, да. Вы знаете, друзья, очень вкусно. Все здесь, в общем, к месту. И перчик, и огурчик. И вот даже вот эта заправка. Хорошо. Что касается салата номер два. Давайте поговорим о его составляющих. Насколько мы знаем, там есть лосось. Пока мы тут обсуждали новости, появился... Появилось, кстати, как правильно? Авокадо. Авокадо. Он, он, да. Мужского салата. Тобику. Тобику добавляем. Это, кстати, насколько я знаю, что всегда она общепрозрачная, ее подкрашивают, это, да? Да, да, да. Все натуральные красители. А что багажник, правда? Красные, свекла, оранжево-морковь-то есть. Никакой химии. Никакой химии. Мы тоже за натуральные продукты, за натуральное питание. Так, что еще сюда добавляем? Добавляем лист салата. Вот здесь мы уже любим. Я вообще заметила, очень крупная, да, здесь. Да, это крупный, так салат нарубается все здесь. Объемненько смотрится. А для чего действительно салат вот такими большими фрагментами? А это как для бармена лед, чтобы много казалось, да. А, ну, я понимаю у вас, да, когда бармен вам много льда накидывает в стакан. Ну, соответственно, меньше алкоголя. Соответственно, салат выглядит как бы объемным. Сейчас мы заливаем это все соусом. Понятно, это такие... Так, соус, что это соус? Это соус острый, спайси. Спайси, тобика есть, да? Да, кимчи. Ну и, соответственно, тоже майонез, хотя также можно использовать сметану. То есть такой соус тоже самодельный, его можно самому сделать? Да, да. Все продается в наше время, как-то раньше было трудно это все найти. И все это перемешиваем. Вот как раз сейчас, пока Кирилл замешивает салат, мы с вами прервемся на короткую рекламную ваузу, а сразу после попробуем этот салат. Да будет так, друзья, поехали. Межвенцовый утеплитель Евроджут. Джутовый канат. 215-47-43. 215-47-43. Объявления такие разные, серьезные и важные, короткие и быстрые, деловые и домашние. А Центр объявлений и билетов один, и он для всех. Удобные объявления на телеканалах, печатных изданиях, интернет-сайтах и даже радио. 10 пунктов приема объявлений во всех районах города. Возможность подать объявления через сайт или вызвать курьера на дом. А еще билеты на зрелищные мероприятия и подарочные сертификаты. Центр объявлений и билетов один для всех. 261-28-28. Центробъявлений.рн Утренний кофе вкусный, бодрящий. И все это у нас выражается в кулинарных упражнениях с утра пораньше. Напоминаю, с нами Кирилл. Юля взялась на себя, в общем, вот такие хозяйские функционалы. И посмотрите, что происходит, друзья. Выкладка салата делается не, знаете, там поварешками, ложками, вилками. Все делается руками. И в чем смысл этой процедуры, Кирилл? Почему руки лучше? Ближе к продукту энергетика идет. А, то есть, теперь даже на положение. Это магия. Это магия, я понимаю. Давайте пробовать второй салат. А он как называется? Есть название? Это салат ондо. Ондо. Ондо, да. Это японское слово. Я вас понимаю. У меня сегодня приятная миссия. Я ничего не готовлю. Я только ем. И, честно говоря, мне нравится это положение вещей. Чувствуется. Ну, конечно, что-то должен сказать, но я не могу. Остренько, остренько. Во рту происходит что-то очень приятное. Очень вкусно. Совсем скоро эти салаты попробуют наши коллеги. У операторов уже буквально слюнки текут. Они жалуются, что голодные. Скоро накормим, Дима, ему тебя не переживай. Поэтому надо поесть сразу, потому что, зная, ничего не останется потом. Кирилл, спасибо тебе большое за два этих салата. Еще ты для нас приготовишь сашими, но это будет немного позднее. Хорошо? Хорошо. Расскажешь нам секрет этого приготовления. Оставайся на своем посту. Очень здорово. Мы пока сейчас проверимся на интересный сюжет. Встреча на своем посту.